Привет, меня зовут Руслан и в эфире второй выпуск программы «Улицы». В нашей программе мы выходим на улицы и задаем людям вопросы о том, что в данный момент активно обсуждается в интернете и в обществе в целом. И естественно, самой обсуждаемой темой сейчас являются прошедшие совсем недавно выборы президента России. Мы не стали задавать вопросы о легитимности выборов, о вбросах и каруселях. За нас это уже активно делают бесчисленные сидевые СМИ. Прохожим мы задали простой и очень важный вопрос. Что, по их мнению, должен сделать новый президент после вступления в свою должность в самую первую очередь? Ответы прохожих были самыми разнообразными. В конце программы мы выделим тройку самых популярных и составим своеобразный хит-парад действий, которых ждут от своего президента граждане в первую очередь. Ну а сейчас посмотрим, что же отвечали прохожие на вопросы наших корреспондентов. Как считаете, что должен сделать новый президент в первую очередь? Да, обратная выборность губернаторов, а не назначаемость. Мне кажется, новый президент России должен сделать новую образовательную программу, потому что все эти митинги и вообще все события, которые происходят у нас, показывают, что наш народ очень мало образован. Если бы я это знал, так я бы уже был президентом, наверное. Мне кажется, надо укреплять армию, производство, экономику. Выполнить свои обещания предвыборные. А что именно вот он? Конкретно по социальным программам, конкретно по подбору новой команды правительства и назначению премьера. Этот президент для нашей страны ничего не будет делать. Этот президент любит свой Израиль, он будет для них делать. Я считаю, что проводить ту политику, которую он проводил. Надо задумываться о тех людях, которые стоят в управлении. Надо пересмотреть их. Я бы пересмотрела образование. Я бы пожелал ему все то, что он пообещал, выполнить. В первую очередь надо позаводиться об образовании. Самое актуальное – это проблемы в экономике, назовавшие в первую очередь сельском хозяйстве. Я думаю, что все-таки начать борьбу с коррупцией. В первую очередь. Разогнать вот эти демонстрации. Не знаю, я могу сказать только, что нужно социальную политику поднимать. Нам нужно делать то, что он начал бороться с коррупцией. Поменять команду. В первую очередь он должен. И создать в команде здоровое обсуждение того, что происходит у нас в стране. Распустить всех. И заново всех выбрать. То есть вы имеете в виду губернаторов, мэров, чиновников? Абсолютно всех. Слишком засиделись, ребята. Засиделись. Как вы видите, вопросов, которые предстоит решать новому президенту, очень много. И они самые разнообразные. Итак, третье место сегодня. Мы присуждаем вопросу о возвращении выборов губернаторов и обновлении команды. Неожиданно, лично для меня, на втором месте оказывается вопрос образования. И победитель сегодняшнего опроса очень простое и емкое пожелание нашему президенту. Просто выполнить то, что он обещал в своей предвыборной программе. Безусловно, новому президенту предстоит решить множество поставленных перед ним задач. Сегодня мы попытались определить решение, каких вопросов ждут от него в самой первую очередь. Посмотрим, что получится у президента на деле. Продолжение следует...